так дорогие друзья уезжая с хутора вчера мы подмели лестницу подмели здесь при пчеловод выпустил их с утра и они целый день были возле дома посмотрите что творится начинают они нас напрягать постоянно в электропастухе вот как сейчас их загнал держать тоже нет возможности поэтому есть в комментариях очень часто от вас было вы загородите дом они их вот давайте сегодня попробуем действительно обкосить вокруг дома и за и загородить дом в электропастух да и посмотрим что из этого выйдет и как бы не обязательно даже его подключать они этого электропастуха уже вот как будку пчеловода мы загородили они туда не подходят уже вообще также сегодня я хочу обкосить под низом электропастуха посмотрите трава уже дотрагивается вот ведь она конечно сразу желтеет если дотронулась но все равно импульсы теряются то есть меньше 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 уйдет удар током а его ему и портится сам наш генератор импульсов злато что-то не поделилась пищалкой любят они пободаться вот ну вот такой вот у меня сегодня фронт работы хочу хочу постичь вокруг электропастуха вот и хочу загородить электропастухом наш дом и тогда может если они бы гуляли по воле и все все идеал пару раз током долбанула не выключал электропастух ничего страшного не полезно почему-то время била в мизинец и вот сюда раз десять ничего страшного пошли посмотрим покажу чтобы получилось но вот так это все получилось кстати посмотрите козы постоянно любят лежать в том месте где когда-то был костер помните у нас была куча выше неба вот видимо в этом пепле им безопасно и они избавляются от клещей все-таки здесь никакая зараза не будет жить вот хорошо снимать сам у себя всего лишь на этот обкос ушло 30 минут но вот так вот это выглядит вот что хочу еще сказать что нитка очень крепкая иногда даже попадал по нитке и нитку не перебивала а вот здесь уже очень даже высоко я поднято потому что трава была высокая я сам приподнимал надо немножко опустить вот так вот уже можно чтобы свиньи не пытались перейти перейти вот сейчас погода благотоприятствует для того чтобы росла трава поэтому козы овцы даже не успевают этот здесь управляться видите вот там где еще нету деревьев то они там на полянке грызут травку а здесь нетронутая все вот так пониже сделаем уже можно уже можно сделать пониже ну вот такие вот дела сейчас пойдем дальше работать так пойду срочно разводить химию посмотрите что они делают в гоге посмотрите какие банды сколько оводов столько никогда не видел пойду срочно разведу и попшикую их это не за их им не дают кушать очень хорошие белорусское средство мы купили кубик на литр дам ни один овод ни один овод не подлетит так а чтобы побрызгать надо заманить то и мухи сейчас мы всех не будет ни клеща не мухи недельку сейчас боги 30 секунд и никого не останется терпи гоги всех обработал гоги терпи терпи все кончилось кончилось они не кончилось ой мая нету больше все и мух нету и мошек нету боятся вас теперь уже молодцы повезло вам корбачеву куш не дает и так ну что второе наше дело сейчас электропастухом загородим дом летний колодец эти мастерскую с этими постройками я сейчас все это обкашу потому что сюда уже животные заходить не буду и поставлю сначала электропастух не подключен ный я думаю этого хватит но если они будут не будут этого бояться тогда мы подключим это единственное у меня сомнение как собаки будут заходить его наверно на высоко делать так чтобы овцы с козами не могли зайти а собаки снизу могли приходить вот поехали ну что белка злато лежат под сосной балдеют вода стоит еда еды не дающаясь на жару очень трудно кстати регулировать им еды еду свиньям надо очень много еды они видите в общем стадии поэтому и надо больше всех козам надо на втором месте чтобы они молоко давали тоже надо еды да ну не так много как свиньям а овцам надо очень мало еды давать потому что овцы могут зажиреть и не давать потомство и поэтому очень сложно тоже всех вместе их кормить ну ну вот уже какие-то там пару мошек есть на гоги главное что оводов нету гоги жопоты вот стоят все вместе в электропастухе и очень трудно их кормить одновременно конечно потому что если овец перекормить они зажиреют запоносят а свиньям надо много кушать стараюсь их уже на ночь кормить чтобы они целый день были голодные сейчас утром покормил балдеют в тенечке лучше чем возле дома валяются нашего уже фундамент стал который мы берите уже стал не белым а черным из-за них эти как по углам особенно ну что погнали 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 смотрим может может караси самурами и крупную съедят потому что рязку не успеваю привозить вот давайте понаблюдаем или будут кушать траву ее надо было такой газонокосилкой косить а не триммером но она не влезла уже на следующей неделе привезут эту газонокосилку ну наблюдаем ну кушают знатно боюсь подходить спугнуть но добасит эту траву только в путь не знаю что останется но там просто стаи собрались и валят эту траву аж шевелится все смотрите что муху вытворяет муха старушка что ты делаешь мушка молодец муха мушка но в общем траву едят едят траву я еще понаблюдаю чтобы съедали ее полностью чтобы она не гнила и серьезно едят целыми стаями нападают выныривают за ней кормушка опять пустая вот у него может камера не передает аж эту зелень топят аж под воду забирают и там едят под водой смотрите там какие такие красавцы такие большие куски берут и тянут под воду такие даже большие куски берут и тянут под воду я даже не ожидал снимаю шей песо шей пистолет и богу и рук и и и и вся рыба такие большие стаи ходят 10 сантиметров от поверхности вот их видно просто зашевелилась саженка и кинул воду просто закишила просто как в аквариуме так приятно наблюдать не знаю как вам за своим прудом очень приятно наблюдать как это все кишит бульту хает ура обед это все темненькая под водой это все рыба это все стаи рыб и такие большие уже неужели не так подросли давно рыбу не ловил на удочку такие все как будто на ладошку среди к что с травой происходит берут траву и тянут ее под воду ребята сейчас наблюдаю как амурчик не знаю ли вам видно такой сантиметров 10 съедают травинку на сантиметров 15 значит все таки могут они и траву есть и не обязательно там ряска зря колючку завез ну красиво конечно наблюдать я просто простите что долго вам одно и то же снимаю но я просто любуюсь я в аквариуме нахожусь могу еще но больше не надо обкосил сегодня весь участок все-таки напротив того что было это же еще сейчас стало я понимаю что мои овцы с козами можно сказать не справляются вот ну может сейчас такой сезон когда дожди весна ну начало лета потом то конечно им будет легче вот обкосил все что можно было вот такая вот красота получилась ну что приступаем к установке электропастуха а точнее не установки электропастуха а установки эмитации электропастуха мы сделаем имитацию здесь вокруг дома чтобы они боялись к дому подойти и вот так вот нам гадить так некрасиво правильно так электропастух устанавливаю в один ряд одну нитку натягиваю уровень колена будет почему именно колено для того чтобы собаки могли легко пролезть снизу а овцы с козами не пройдут и я легко мог переступить то есть я сам себя гаражу чтоб я мог легко отсюда выйти и собаки но овцы с козами не зашли мне даже интересно своему будет что получится ставьте ставки господа я его подключать даже не буду если уже пойдут прорывы тогда мы его подключим на день а так посмотрим мне кажется они смогут будут бояться его даже не подключенным у нас же самые лучшие подписчики на канале самые лучшие в мире они плохого не на советую скале дима слышишь посади себя в электропастух ты такой хороший сейчас посмотрим что из этого выйдет я буду очень рад если все получится вам спасибо только скажу что у меня его электропастух посадили идея ваша 5 сейчас главное по колено я то переступлю лишь бы они не перенит не зашли к нам так ну что натягиваем нитку кстати это не реклама меня никто не просил об этом делать кроме как вас подписчиков просто мне вот саму надоело что у меня гадят под под крыльцом кстати свиньи вот они у меня уже живут на 1 феврале месяц или с марта не помню ни разу в жизни мне вот здесь вот нагадили ни разу а вот овцы с козами они беспардонные вот это вот минус для убедительности 8 штучек наш эксперимент начинается электропастух установлен идем выпускаем их с настоящего электропастуха и посмотрим или сможет имитация удержать их от нашего дома все зашевелились значит что сейчас будем выпускать их пошли гулять пошли сейчас выпускаю вас выпускаю уже голодные свинки наши все гулять все гулять оп выпустили да и куда сейчас они пойдут Машка Дашка идем идем так ну смотрим мне вот интересно пока что все супер Зинка уже пошла на изучение смотрите если пройдут поросята и собаки я не расстроюсь они чистоплотные у нас они они лавочки не переворачивают колодец не грызут и на крыльце не гадят так вот кстати не безобразно получилось вообще даже почти не видно что у нас что то есть переступать мне тоже туда не составляет вот и все я отгородил большим куском для того чтобы сразу захватить все наши объекты и колодец и будущую стройку потому что там мы сейчас будем копать канализацию воду чтобы они не падали не провалились не закапывали ну пока что обалденно ходят вокруг меня и на нашу территорию никто не посягает мы загородились я пока счастлив что будет дальше я не знаю но если будут прорывы я ее подключу видите стоят и не идут что обломались да я вам даю свободу полную только не лезьте ко мне не лезьте на мою территорию делайте что хотите лес ваш все стоят везде в потерянные на солнце в один ряд а здесь чтобы я не резать то два получилось кстати вот здесь вот из-за того что яма тут легко могут пролезть вот вот надо пониже горбачёв боится зинка зинка бах бах боятся но пока прорыва нету да народ как бы все супер к нам никто не идет но почему-то муха сидит вот там вот найда сидит здесь и булька сидит здесь что-то с собаками надо придумать как же собак сюда приманить к дому чтоб они вот здесь вот хотя бы пролазили под низ ими легко здесь пролезть булька иди ко мне ну иди моя хорошая иди иди умница моя найда муха булька идите ко мне загородился я хорошо что даже животные от меня убегать начали бульочка ну иди иди ко мне не бойся не бойся тебя никто здесь не ударит что делать что делать народ что делать ну все дорогие друзья прорыв так и не сделан возле дома такого порядка давным давно не было все лавочки не перевернуты все подметено все красиво какое мы убили сегодня двух зайцев мы огородили участок животные и тем самым животные на свободе это раз но не идут к нашему дому это два вот такого порядка возле дома давным давно не было травка газон подстрижен асфальт подметен когда-то мы овец коз и свиней завели как овец газонокосилки козы кусторезы свиньи пылесосы со свиньями мы уже не справляемся они кушают столько что надо целый чугун варить или там нас насыпать им несколько литров литров ведер вот с амурами тоже мы не справляемся а с травой не справляются овцы к сожалению сейчас июнь месяц трава растет по сумасшедшему то есть пока овцы не справляются но работу свою выполняют посмотрим что дальше будет все дорогие друзья да видео не сильно насыщено покосили электропастуху установили вы это уже сто раз видели но все же я надеюсь что у нас будет порядок а овцы и все животные будут на свободе всем пока клюет на овозе а не как как блин джин не хотел поймать рыбу а а джина джина нельзя такого джина псик посмотрите какой он джин а а а джин 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 прости прости не дам не дам если тебе дам подписчики меня убьют нельзя таких кушать джин прости ты сегодня голодная я поймаю что-нибудь другое народ что происходит а это карп джина тут только 30 карпов вот посмотрите сегодня амуры наелись травы джина нельзя амуры наелись травы и не клюют а вот карпы с линями клюют джин ну нельзя ну нельзя надо амура ловить или карася что происходит джина опять нельзя и опять на 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 а короче я жмот так и да так я обидел кошку повела маленького котенка домой потому что я не дала мура амуры не клюют потому что муры обожрались а карпа и не дам потому что я жмот а